В редкосрочной перспективе продолжится сокращение покупок активов со стороны ФРС в Соединенных Штатах Америки, что может негативно сказаться на доступе развивающихся стран и их финансовых институтов к заимствованию на внешних рынках и коррекции цен на активы в развитых странах. Одной из основных задач будет расширение емкости локальных финансовых рынков и расширение выпуска активов в локальных валютах, что потребует как значительных сдвигов в области секьюритизации, так и запуска новых, более длинных инструментов рефинансирования со стороны Банка России. В условиях ограниченных ресурсов, низких темпов роста экономики и расширения кредитного портфеля на первый план выйдет контроль за величиной просроченной задолженности, качества активов. Преимущество получат те банки, которые смогут привлечь надежного заемщика за счет более тонкой настройки его риск-профиля, оценки и индивидуального предложения более выгодной ставки. Перспективы для банков также представляют расширение дополнительных комиссионных услуг, предлагаемых населению, предприятиям, как это можно наблюдать, например, в Европе. Кроме того, дополнительный вызов для банков в предстоящие годы составит контроль риска ликвидности и риск-менеджмента в целом. В отношении риска ликвидности планируется поэтапное внедрение нормативов в соответствии с базилем 3. Дорогие источники фондирования банковской системы ограничивают потенциал снижения стоимости новых ресурсов. Но некоторое снижение стоимости кредита может быть достигнуто, во-первых, за счет секьюритизации кредитов малого и среднего бизнеса и, возможно, включения данного инструмента в ломбардный список Банка России. Во-вторых, за счет более тонкой оценки кредитных рисков и дифференциации заемщиков по уровню рисков. В процентной ставке для более качественных заемщиков заложены издержки невозврата кредитов менее надежным контрагентам. То есть де-факто издержки недостаточно качественного риск-менеджмента тех или иных банков. Основной акцент в развитии международного бизнеса Газпромбанка — развивающиеся рынки со значительным потенциалом роста как самого рынка, так и объема торговых операций с Россией. Приоритетными для сотрудничества являются страны, исторически ориентированные на развитие отношений с Россией. В число таких стран входят Китай, Вьетнам, Индия, Монголия, Казахстан, страны Юга Африки. Обладая ключевой компетенцией в энергетическом секторе, банк, тем не менее, не замыкается только в рамках данного направления. В своей международной деятельности мы ориентированы на поддержку интересов российских компаний практически в любом крупном промышленном сегменте. И горно-металлургическом, и машиностроительном, и химическом. Кроме традиционного кредитования, нам кажется, важно предлагать продукты, поддерживающие именно международную деятельность клиентов. Например, аккредитивы, международный факторинг и подобные продукты. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ